О военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией мы поговорим с военным журналистом Фардином из СЗД. Фардин, добрый день, рада вас приветствовать. Добрый день. Фардин, президент Турции Раджик Тайпердуган ратифитировал соглашение с Азербайджаном о военном в сфере оборонной промышленности. Какие возможности, на ваш взгляд, открывает данное соглашение для обеих сторон? Ну, если посмотреть историю военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, то оно уходит в далекие 90-е годы, если память мне не изменяет. Первое соглашение в этой сфере было подписано в 96-м году. И приблизительно в то же время первые поставки связи Азербайджану были поставлены именно из Турции. Это средства связи компании СССР и дальнейшее обучение. Если посмотреть на историю этого сотрудничества, оно очень важное. То есть началось еще в 90-х годах. После этого это все развивалось, это сотрудничество развивалось между Азербайджаном и Турцией. В сфере, скажем, по доставке в Азербайджан различных бронемашин, бронетранспортеров, систем залпового огня реактивного. И многое другое можно отметить в этом аспекте. Да, то есть, вы верно отметили. И в последние годы наблюдается даже усиление сотрудничества. Что касается сотрудничества последние годы, наглядным примером военно-технического сотрудничества была война последняя осенняя 2020 года, 44-дневная. В ходе которой были применены турецкие беспилотные летательные аппараты, которые были доставлены в Азербайджан еще до войны. То есть, перспективы, учитывая тот масштаб, который и те технологии, которые имеются и у Турции, и учитывая то намерение Азербайджана, которое связано с тем, что Азербайджан тоже намерен развивать и развивать свою военную промышленность, то перспективы очень положительные и многообещающие. Вот вы как раз затронули вопрос перспектив дальнейшего развития именно сотрудничества в военно-технической сфере между двумя странами. И в ходе двухсторонних встреч оборонных ведомств двух государств не раз отмечалось, что производимые компаниями оборонной промышленности Турции и находящиеся в арсенале вооруженных сел Азербайджана, вооружение в значительной степени повысили как раз-таки боеспособность азербайджанской армии, что мы и наблюдали в ходе Отечественной войны 44-гневной. И вот хотелось бы поподробнее узнать ваше мнение, все-таки какие перспективы дальнейшего развития в технической сфере мы можем еще ожидать? Ну, для этого можно посмотреть Азербайджано-израильское сотрудничество в данной сфере. То есть, например, налажено производство беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения, которое ранее производилось в Израиле. Сегодня Азербайджан перенял израильский опыт. То же самое можно отнести и к Турции. Почему? Потому что мы уже имеем, не только с Израилем, например, в Азербайджане также выпускаются боеприпасы и к российским видам вооружения. То есть, этот опыт имеется. И поскольку есть политическая воля лидеров двух стран, как турецкого, так и азербайджанского, развивать эту сферу, то мы можем затронуть очень большую номенклатуру военных изделий турецкого производства, которые могли бы быть произведены на территории Азербайджана. Это те же самые бронемашины, это те же самые реактивные системы залпового огня, например. То есть, все-таки все зависит от того, чего хочет Азербайджан и что может дать нам Турция. Афардин, и вот хотелось бы поговорить о учениях, которые сегодня стартовали между двумя братскими странами. Мы знаем, что Бакон-Кара уже не раз проводили совместные учения. И вот сегодня очередные азербайджанно-турецкие учения стартовали для войск связи. И тут я хотела бы узнать, как вам кажется, почему учения были организованы именно для военных связистов. Ну, учения между Азербайджаном и Турцией проходят ежегодно и не раз по учениям и по учениям 2019 года. Они охватывают различные рода войск, в том числе они проходят в Нахчеванской автономной республике. Во-первых, это опыт. Опыт для азербайджанской армии перенять возможности, если так можно выразиться, или тот же самый опыт турецких войск, так как турецкая армия является одной из наиболее сильнейших и больших армий стран НАТО. Перенять опыт таких стран для Азербайджана, которые находились и отчасти находятся в условиях войны с Арменией, поскольку Армения все еще не подписала всеобъемлющее соглашение о мире. Значит, это для нас очень большое. Что касается именно того, что учения для связистов, я думаю, важнейшей деталью данных учений является защита информации, чтобы во время тех или иных операций или боевых действий защитить ту или иную конфиденциальную информацию, которая может овладеть противник и использовать ее против вооруженных сил Азербайджана или предупредить какие-то наступательные или оборонительные, или антитеррористические действия азербайджанских сил. Спасибо вам большое, Фардин, что уделили нам время. О перспективах военного сотрудничества Азербайджан и Турции мы говорили с военным журналистом Фардином СЗД.